Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 9 сентября, Православная Церковь совершает память исповедника Дмитрия Крючкова-Пресвитера. Священноисповедник Дмитрий родился 10 сентября 1874 года в селе Ляховка Глуховского уезда Черниговской губернии в семье крестьян Ивана и Евдокии Крючковых. В 1882 году вместе с другими малоземельными крестьянами семья Крючковых выехала в Омскую губернию и поселилась в деревне Рождественска, неподалюгу от города Татарска. Но 8-летний Дмитрий не поехал с родителями. В день их отъезда он убежал и спрятался. Для того, чтобы прокормиться, он устроился работать к помещику Радченко в село Зарудское, ухаживать за пчелами и проработал там около пяти лет. В 13 лет Дмитрий перешел работать к помещику Трофименко в город Глухов, где обучился садоводству. У этого помещика он пробыл около шести лет и девятнадцатилетним юношей в 1893 году из Глухова выехал в Москву, где предполагал учиться. Так как средств к существованию у него не было, он был вынужден их зарабатывать и с этой целью устроился в церковный хор. К 1908 году он поступил псаломщиком в храм села Красково под Москвой. В этом же году он женился на Анастасии Семеновне, родом из Смоленской губернии. Брак их оказался бездетным. Псаломщиком Дмитрий Иванович прослужил семь лет. В 1915 году его рукоположили во диакона к той же церкви. В 1917 году отца Дмитрия перевели в Москву в церковь Воздвижения на Вражке. Лето 1918 года стало памятным для него, тогда он обрел своего духовного отца. Случилось так, что в церковь Воздвижения приехал отпеть свою племянницу, священник Владимир Богданов. Отец Дмитрий сослужил с ним как диакон. По ходу богослужения отец Владимир сделал ему несколько замечаний. Это первое краткое молитвенное общение с отцом Владимиром произвело на отца Дмитрия очень глубокое впечатление. По окончании отпевания отец Дмитрий попросил разрешения бывать на квартире у отца Владимира, чтобы поучиться проведению богослужения и не делать впредь ошибок. Отец Владимир дал согласие и очень скоро отец Дмитрий стал его регулярным посетителем, а впоследствии и духовным сыном. В 1920 году отец Дмитрий был рукоположен во Иерее, к тому же храму, в котором служил диаконом. В 1922 году по ходатайству клира церкви во имя преподобного Саввы Освященного в Саввинском переулке отец Дмитрий был переведен туда. Это был год, в который проводилось изъятие церковных ценностей. Массовые аресты коснулись и клира церкви преподобного Саввы. Было арестовано все ее духовенство, в том числе и отец Дмитрий. Священнослужителей обвинили в антисоветских действиях, выразившихся в чтении Самвона, во звание святейшего патриарха Тихона. Отец Дмитрий был приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Имея навык работы с восьмилетнего возраста, в заключении он занимался сапожным ремеслом и пчеловодством. Из тюрьмы он был освобожден досрочно в 1924 году. В 1925 году, совершая панихиду по протеерею Алексию Мечеву, он познакомился с его сыном, священником Сергием Мечевым, впоследствии засвидетельствовавшим верность Христу мученическим подвигом. В 1927 году из-за него рядец со старостой храма отец Дмитрий был уволен за штат. Отец Дмитрий тяжело заболел и болел в течение года. В 1928-29 годах отец Дмитрий был приглашен неофициально временно послужить внештатным священником в церковь во имя святых мучеников и бессеребреников Кира и Анна, что на солянке. В ноябре 1931 года скончался протеерей Владимир Богданов. Отец Дмитрий отпевал его и ездил на кладбище служить панихиды. В такое тяжелое время, накануне новых испытаний, он потерял духовного отца. 5 мая 1932 года отец Дмитрий был арестован вторично. Отец Дмитрий вместе с другими арестованными священниками содержался в Бутырской тюрьме. Он оказался привлеченным к следствию по делу епископа Дмитровского Серафима Звездинского. Виновным себя он не признал. Политических взглядов сказал он, отвечая на вопросы следователя «не имею». Почти ни с кем не знаком, интересуясь только внутренней жизнью. Согласно приговору особого совещания при коллегии ОГПУ СССР от 7 июля 1932 года, отец Дмитрий был на три года выслан этапом в Западную Сибирь, в село Тимск на Рымского края. После отбытия срока в 1935 году он поселился в городе Гжатске и устроился работать лесорубом. С начала нового периода репрессии в конце 1937 года 63-летним старцем отец Дмитрий переехал ближе к Москве в поселок Томилино Московской области. Здесь он сам построил на заработанные деньги дом в семь квадратных метров, который знакомые называли сарайчиком и устроился работать садовником при детском саде. В Москве жили его духовные дети и друзья. С риском быть арестованным принимал теперь отец Дмитрий на свои плечи их духовное кормление. Он регулярно бывал в Москве и поселках Подмосковья, на квартирах и дачах, служил литургию, исповедовал и причащал, крестил, отпевал. Репрессии этого периода чудом не коснулись его. Господь хранил его. В 1941 году при наступлении немцев на Москву детский сад, в котором работал отец Дмитрий, эвакуировался из Томилино, но директор сада не предложил отцу Дмитрию поехать с ними, хотя он желал этого. Во время войны на месте прежнего хозяйства разместились военные госпитали, при которых отец Дмитрий был оставлен садовником. Он выращивал рассаду, капусты, помидоры, свеклу, морковь и цветы. Когда госпиталь выехал из Томилино, он был оставлен садовником при детских яслях завода «Семашка». Новая волна арестов началась в 1946 году. Отец Дмитрий никогда бы не был найден, если бы не был предан теме, ради которых рисковал жизнью в 1937-39 годах. Он был в третий раз арестован 17 мая 1946 года, в возрасте 72 лет и заключен во внутреннюю тюрьму МГБ СССР. Здесь ему пришлось убедиться в том, что почти все знакомые ему арестованные отцы, братья и чадо его предали. Например, одна из духовных дочерей отца Дмитрия сообщила следствию. Священник Дмитрий, начиная с 1936 по 1941 год, включительно систематически проводил нелегальные богослужения. Другая рассказывала «В 45-46 годах я с Куричковым встречалась у нашей знакомой, где также исповедовалась и причащалась. Последний раз это имело место в марте. Во всех случаях, при самых убедительных показаниях, когда следствие уже считало его изобличенным, отец Дмитрий неизменно говорил, что он обвинение не подтверждает. Я все это отрицаю». Следствию не удалось запутать его сетью повторяющихся вопросов. За время заключения ему пришлось пережить 20 допросов, длившихся от двух до восьми часов. «Я никогда не признаюсь в каких-либо политических преступлениях», – сказал он на одном из последних допросов. К моменту подписания обвинительного заключения он был переведен в Лефортовскую тюрьму. 30 сентября 1946 года отец Дмитрий был приговорен к пяти годам ссылки. Священник Дмитрий Куричков скончался в ссылке 9 сентября 1952 года и был погребен в ныне безвестной могиле в окрестностях города Абакана. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Пимена Великого, преподобных Кукши и Ромонаха и Пимена Печерских в ближних пещерах, святителя Осиисповедника епископа Кордувийского, святителя Леверия Исповедника Папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы Новой, преподобного Саввы Венефальского, священомученика Михаила Воскресенского пресвитера и с ним 28 мучеников, священомученика Стефана Немкова пресвитера и с ним 18 мучеников, священомученика Павла Фокина пресвитера, священомучеников Иоанна Лебедева и Анна Смирнова пресвитеров и преподобного мученика Мефодия Иванова Игумена, священномученика Александра Цицерова Пресвитера, священномученика Владимира Соколова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Субтитры создавал DimaTorzok